С приходом весны пенсионеры будут ездить по расписанию. С 1 марта в городе начнут свою работу автобусы, которые будут перевозить льготных пассажиров бесплатно. Если пенсионеры захотят добираться на обычных автобусах, им придется за это выложить 2 гривны. Такое решение принял исполнительный комитет горсовета. Лучше оставить так, как было. Почему? Потому что мы на каждый автобус имели какие-то льготы, бесплатно ездили. А сейчас получится, что не так, не так. У меня двоюродный брат, шофер, я его понимаю, ему тоже надо заработать, у него семья. Так что я, например, я хоть пенсионерка, но я за. Я за. Люди не обеднеются. А то едут пенсионеры туда и обратно по несколько раз. В Белгород-Днестровском проживает 14 тысяч человек, имеющие льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это составляет 28% от всего населения. В связи с принятием решения Конституционного суда о упорядочении, скажем так, выплат представителям пельговой категории тех или иных социальных выплат, мы, соответственно, тоже приняли свое решение, которое приводит к соответствии с объемом тех денег, которые выделяется государство для перевозки граждан, которые имеют льготы, в соответствии с количеством оборотных рейсов. Ежегодно из государственного бюджета автопредприятиям поступают средства на компенсацию затрат, связанных с перевозкой льготников. На 2012 год запланировано выделить 890 тысяч гривен. То есть, если выделяется 890 тысяч, планируется выделить в этом году, то вы должны знать, что именно на эту сумму будет выполнено замолвление, заказ на 890 тысяч. Поэтому научно-информационный центр, экономико-информационный центр в Одессе провел расчеты количества оборотных рейсов в соответствующей сумме этих денег. И вышло следующее, что на автобусных маршрутах 1, 2, 3, 4 и 8 будет работать по одному автобусу, которые будут перевозить именно льготный контингент. Они будут иметь свою экипировку, они будут выделены из общей массы, именно экипировкой соответствующей. Их задача – четкое движение по графику. Исполком, и местные перевозчики, предприятия «Автотранссервис» и «Белтранс» сформировали график, который будет размещен на автобусных остановках. Льготные автобусы будут ходить в обычном режиме. Остальные городские автобусы будут работать в режиме маршрутного такси и предоставлять бесплатный проезд ветеранам и инвалидам войны, участникам боевых действий, вдовам погибших ветеранов войны. Также на бесплатный проезд будут иметь право граждане, пострадавшие в следствии чернобыльской катастрофы. Никогда автобусы не ходят по графику. У нас особенно четвертые. Никогда не ходят. Если будут ходить нормально автобусы, да. Если льготный будет один или два ходить, это хорошо. По расписанию, то это будет прекрасно, но этого не будет, навряд ли, чтобы это было. Потому что уже однажды затевали же такое. И что было? Просто это лишает нас и этих льгот. И все. Напомним, в нашем городе уже пытались везти льготные автобусы, но безрезультатно. Будем надеяться, что система контроля поможет урегулировать передвижение льготных автобусов.